Первый вопрос. 1983 год был лучшим в твоей жизни? Да. Но в то же время и худшим? Да. Тогда был лучший год и худший день. Я не раз обращал внимание, что в походке боксера всегда сквозит какое-то самодовольство. Даже если ему 54 года. Даже если с тех пор, как он наслаждался мгновениями славы, прошли десятки лет. Даже если его жизнь сломана и разбита, и совсем не похожа на мечту, когда-то манившую зарабатывать на жизнь боями на ринге. Какой путь привел этого человека в темную, обвешалую подвальную комнату к отчаянию и безнадежности? Когда это произошло, я хотел покончить с собой. Мне было все равно. Эта история началась 26 лет назад, в тот вечер, который должен был стать лучшим в его жизни. Из Бронкса, штат Нью-Йорк, Луис Ресто. То, что он сделал, непростительно. Его надо было выгнать из порта навсегда. За такое не может быть прощения. Смотрите, как Ресто контратакует, пока Коллин снова безуспешно пытается нанести удар. Вероятно, это одно из самых серьезных нарушений, когда-либо совершенных на ринге. Он проиграл свою жизнь, свою карьеру, свою семью. Он проиграл все. Он не проиграл бой, но проиграл войну. Иногда мне хочется плакать. Зачем? Зачем они сделали это с перчатками? Смерть на ринге Меня зовут Эрик Драт. Последние несколько лет я снимаю фильмы. А до того был спортивным агентом и представлял интересы десятков боксеров по всему миру. Работая в спорте, я слышал немало грустных историй. Но самая печальная была судьба Луиса Ресто. Впервые я встретил Луиса в боксерском зале Моррис Парк в Бронксе. До того я слышал обрывки его истории, но хотел узнать больше. Я узнал, что он родился в Пуэрто-Рико и еще ребенком оказался в Нью-Йорке с матерью и пятерыми братьями и сестрами. Он пришел в бокс, чтобы уйти с улицы и стал обладателем золотых перчаток и кандидатом в Олимпийскую сборную 76-го года. Но его профессиональная карьера застоприлась. К 83-му году у него была репутация крепкого, закаленного бойца. Такого должны победить подающие надежду новички, чтобы пробиться наверх. Леди и джентльмены, следующий бой – 10 раундов в первом среднем весе. Вечер 16 июня 83-го года был волшебным. Это был великий день. Роберто Дюран бился с Дэви Муром за чемпионский титул в первом среднем весе. В Мэдисон-Скуэр-Гарден не было свободного места. Ни единого. Атмосфера была невероятной. И среди этих звезд и легенд был Луис Ресто. И его знаменитый тренер – Панама Льюис. Луис Ресто был крепким бойцом. В тот день он был готов биться с любым в своем весе. Я считал его своего рода подмастерием, крепким парнем в бою, с которым ты можешь доказать, что у тебя хороший удар. В синем углу из Нэшвилла, штат Теннесси, Билли Ирландец Коллинз. Мы никогда не узнаем, чего мог бы добиться Билли Коллинз. К тому времени он не проиграл ни одного боя. У вас есть ирландский парень и парень с улицы, и вы свели их в Нью-Йорке. Получится отлично, увлекательный бой, но в конце концов Билли должен победить. Мне казалось, он не может проиграть. Билли Коллинз – персонаж, которых любят в мире бокса. Симпатичный ирландский парень из Теннесси. Море таланта, ни одного поражения. Когда-то его отец был боксером, но без каких-либо шансов на титул. Теперь отец тренирует сына, и Билли-младший отправляется за славой недоставшейся отцу. Он был единственной надеждой бедной семьи. Они были очень бедными. Съезжаете на грунтовку, все в Рыдвинах, там стоит дом. Помню, как впервые его увидел. Пленка на окнах. Потолки совсем низкие, надо почти пригибаться, чтобы пройти в заднюю часть дома. Это была нищета. Но апперкот открывал Билли в 21 год, дорогу от бедности к славе. Да, в нашем городке он был знаменитостью. Все знали, что он боец. Многие хотели проверить, смогут ли они побить Билли. Обычно все кончалось после единственного удара. Билли бил, мы садились в машину, и все. Отличный апперкот, очень хорошо. Противник на полу. Промоутером Билли Коллинза была одна из лучших компаний. Топ-рэнк. Они растили из Билли Коллинза суперзвезду. Он был велик. Он отлично смотрелся. Великолепно двигался, мощно бил. В общем, если бы он пошел дальше, он стал бы настоящей золотой жилой. Давайте поддержим Билли Коллинза. Я смотрел этот бой. Все, что я помню, один боксер получал по полной. Рессо проводит еще одну серию ударов по лицу Билли Коллинза. Под левым глазом набухает синяк. Билли уже почти готов. Это было видно по лицу Билли Коллинза. Все видели, чего стоили ему эти удары? Билли Коллинз наткнулся на мощный удар правой. И еще раз правой от Рессо. Это уже больше похоже на уличную драку. Он гораздо сильнее, чем я думал. Гораздо сильнее. Нажимай. Добивай его. Добивай. Когда я смотрел этот бой, то не думал, что на моих глазах совершается преступление. У Рессо никаких признаков усталости. Он снова обрушивает град ударов. А рассечение над левым глазом уже вскрылось. Я подумал, что он наткнулся на крутого парня с сильным ударом и получил. Но ведь этот парень попадает только из-за поврежденного лица Билли. У Билли Коллинза синяки под обоими глазами. Он в плохом состоянии. Это уже просто избиение. Посмотрите на Рессо. Он снова попал по Коллинзу. Этот бой надо прервать им. Он его просто избивает. Ты все правильно делаешь. Коллинз — храбрец. Он не сдастся. И вот последняя минута боя. Рессо не сбавляет темпа, и Коллинз получает по полной. А вот теперь я не хочу, чтобы этот бой останавливали. Но вот и гонг. Бой окончен. Вряд ли Билли Коллинза когда-нибудь так избивали. Когда было объявлено единогласное решение, огромное разочарование. Панамо поднял своего бойца высоко над рингом. Рессо, пуэрториканец из Бронкса, с посредственным послужным списком шокировал непобедимого золотого мальчика. Но после этого, как это часто бывает в боксе, началась другая глава. После того, как Рессо пересек ринг, чтобы подарить Билли поцелуи Иуды, он отворачивается. И в этот момент видна рука отца Билли. По словам Билли Коллинза-старшего, до самого конца боя у него не было и мысли, что что-то может быть не так с перчатками. Иначе он сказал бы об этом раньше. А вот после окончания боя, когда Рессо подошел поздравить его, он вцепился в перчатки и стал звать инспекторов. Перчатки, эти перчатки! Судья, в этих чертовых перчатках нет набивки. Из проклятых перчаток вынули вообще всю набивку! Судья! Обратите внимание, куда смотрит Рессо в этот момент. Он не смотрит вниз, не удивляется, не спрашивает у Коллинза, «Ты о чем, парень?» Он сразу поворачивается к своему товарищу по заговору. Панама буквально подпрыгивает и кричит. «Это перчатки, которые вы нам дали!» Рессо быстро увели в раздевалку, где перчатки с него снял рефери Тони Пэрес. Они не хотели снимать перчатки, хотели уйти. Но я сказал, «Нет, снимайте перчатки. У меня подан протест, я должен их осмотреть». Когда я осмотрел перчатки и отдал их обратно, я знал, что с ними что-то не так. Кое-чего не хватало. Я был уверен. Судьи единогласно объявили победителям Рессо, но вскоре после боя представители Коллинза заявили, что перчатки Рессо не соответствуют правилам. Из них была тайно вынута набивка, что делало его удары жестче. Нью-Йоркская спортивная комиссия конфисковала перчатки Рессо. Передо мной были две пары перчаток. На одной паре были буквы К, на другой — Р. На перчатках с буквой Р были дыры. Даже не специалисту было очевидно, что с ними что-то делали. В боксе нет преступления страшнее, чем жульничество с перчатками. Этот спорт и так жесток. А удаление набивки дает преимущество, которое может оказаться смертельным. Разбирательство в спортивной комиссии штата Нью-Йорк было назначено через две недели после боя. Рессо, Панама и двое секундантов, Арти Керли и Педро Альварадо, отрицали все обвинения. Все, что касалось того вечера. Сегодня 29 июня 1983 года. На этой пленке фиксируется слушание дела Билли Коллинза против Луиса Рессо. Исход дела был преврешен. Оно было нужно для соблюдения формальностей, а не для установления истины. Определение наказания не затянулось. Для Луиса Рессо – бессрочная дисквалификация. Для тренера Панамы Льюиса – пожизненная. Это самое суровое наказание за те пять лет, что я вхожу в состав комиссии. Но я уверен, что оно обосновано. Через 18 дней после того, что казалось главной победой Луиса Рессо, его карьера в боксе закончилась. Но это были еще не все последствия того вечера. Как для самого Луиса, так и для многих других. Я не знаю, кто сделал это с перчатками. Если бы я знал, я бы не дрался. Когда 24 года спустя Луис по-прежнему утверждал, что не знает, кто поработал с его перчатками, я ему верю. Но тогда было сложно найти какие-то иные доказательства, чтобы разобраться, что же на самом деле произошло. Это мог быть кто-то из секундантов, работавших в Адлу. Арти Кёрли или Педро Альварадо. Мы не знаем наверняка. Но главным секундантом был Панам Аль-Юлис. А он должен знать, кто это сделал. Он был в курсе всех дел. Это защищает ваши руки. Если вы обернёте их неправильно, то при ударе... Понял? Это был худший вечер в моей жизни. Если что-то случится с рукой, карьера окончена. Как со скаковыми лошадьми. Сломала ногу, придётся пристрелить. Я не знаю, притрагивался ли кто-то к перчаткам. Меня хотели уничтожить. Но всегда выгнать меня из спорта, потому что я слишком часто выигрывал. В 83-м году Панам Аль-Юлис не впервые был в центре скандала. За семь месяцев до того вечера Панам Аль-Юлис уже оказался под подозрением из-за титульного боя между Аароном Прайером и Алексисом Аргуэлью. Между раундами микрофон и телекамеру ловили, как Панама просил ассистента Арти Керли передать ему бутылку с напитком. А затем, что подозрительно, уточнил, какую именно бутылку. Дай мне другую бутылку. Нету, ту, которую я смешивал. Прайер выпил жидкость из таинственной бутылки и немедленно получил заряд энергии.